Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал Политика, приложение канала The Quas. Давненько я для своего политического канала ничего не снимал. Пару слов, что вы увидите сейчас в кадре. Я нахожусь в маленьком городке Лайонс, штат Небраска. Маленький городок находится приблизительно в 115 километрах от Омаха. Такой чисто классический американский, ну не знаю, городок, поселочек вот такой. Посмотрите, улицы вот такие чисто классические. Не знаю, прям хоть снимаю сейчас фильмы про Дитя Запад. Сейчас у нас приблизительно пол восьмого времени. Вообще не вижу никого народу. Очень колоритное место для фото-видео съемки. Вот я прям для себя уже здесь отметил, что если захочу здесь что-то поснимать, то я пренепременно сюда приеду, чтобы сделать здесь фото-сессию. Прям очень интересно. Смотрите, вообще никого нет. Прям готовые, я не знаю, декорации для съемки какого-то фильма. Ох, как тут интересно. Так, ну что, тут я сейчас развернусь. Я уже практически выехал за пределы городской черты в этом направлении. О, даже здесь аквапарк есть, смотрите. Да, интересно, просто интересно. Человек в аквапарк у них здесь в городе. Да, классический такой американский городок. Честненько идти, спокойно. Людей нету. На улице жарко достаточно. Температура где-то, наверное, мы не знаем, градусов 30, вот так вот, по моим ощущениям. О чем я сегодня хотел поговорить с вами? Хотел я раскрыть глаза людям, которые живут в России достаточно так уперто смотрят кремлевскую пропаганду по телевизору и газетах, я не знаю, в других источниках информации, интернет, по поводу санкций, так называемых, которые против России, злобные запады, злобные американе и злобные европейцы ввели. По поводу этих самых санкций мы сейчас и поговорим. Что они на самом деле себя представляют. И против кого они, собственно говоря, были направлены. Если смотреть на суть вещей и реальность, то изначально эти санкции были направлены не против страны как таковой, и не против рядовых граждан, которые в ней проживают. Санкции изначально были направлены против небольшой группы негодяев и олигархов, которые находятся у власти или около, рядышком, так сказать, кремлевской, как кушку, приспешники. Друзья господина Путина и же с ними. Вот. Целый список есть людей, против кого эти санкции были введены. И что они из себя эти санкции представляют. Строят не из себя то, что приличные страны отказались этих людей к себе впускать. Ну и наложили определенные экономические ограничения на имущество, которое вот этим вот гражданам принадлежит. Вы можете посмотреть на рожи вот этих вот персонажей, чтобы вы могли, как бы, кто забыл, кто не знает лично, из-за кого эти санкции, вот внимательно на них посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И потом для себя ответить на один простой вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Действительно, вот, если вы сами не можете с ними ничего сделать, эти люди заботятся о платье страны, заботятся о процветании страны, заботятся о вас лично, принимают хорошие законы, занимаются благотворительной деятельностью и прочим, и прочим, и прочим, и прочим, и прочим. Готовы ли вы, ради вот этих вот людей, терпеть вот эту вот ситуацию? Всего лишь потому, что этим людям запретили въезд в приличные страны и, еще раз повторяю, наложили определенные ограничения на ихнюю коммерческую деятельность, на их имущество, на их бизнес и прочее. Что делает в ответ ваш любимый президент Путин? Президент Путин в ответ на законные требования приличных стран не пускать негодяев к себе, раз сами граждане ничего с ними сделать не могут, а эти люди фактически находятся у власти, рулят страной, управляют страной, выкачивают биоресурсы. Что делает президент Путин? А президент Путин вводит контрсанкции. Вот тут с этого момента нужно поподробнее. В первую очередь, эти контрсанкции касаются того, что в страну запрещают целый ввоз пищевых продуктов, которые в России не производятся, ну и плюс, кроме пищевых продуктов, целый перечень других товаров, которые тоже в стране не производятся, которые, собственно говоря, импортные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Плюс добавьте еще сюда целую прослойку людей, которые занимаются обслуживанием вот этого олигархического аппарата, людей, которые занимают крупные посты и все прочее. Они от этих санкций не страдают вообще негативом. Обычно люди, которые зарабатывают огромные деньги, поверьте, они как жрали с сырком амбер, как пили определенные сорта дорогих старых вин, так это все и продолжают пить, потреблять, жрать и все такое. В первую очередь санкции ударяют по простым гражданам, потому что нормальные продукты с полок магазинов исчезают. Или же начинаются вот эти вот игры, связанные с ввозом этих продуктов под брендом, произведено в Белоруссии или в Казахстане. На полках появляются белорусские устрицы и казахстанские, к примеру, ананасы. Ну, я так утрирую немножко. Вот. Естественно, заменчиваются цены. То есть в первую очередь все это ударяет не по вот этим олигархам, не по людям, которые работают в системе и, соответственно, с этой системой получают свои дивиденды, которые кормятся на откатах. У них как все было в порядке и ровно все, у них все абсолютно так же и осталось там. Им по барабану будут не платить за эти продукты на пару долларов дороже, но все равно от этого не кисло и не сладкое. То есть все это как бы... Плюс до кучи, буквально вот неделю назад происходит еще одно интересное событие. Подписывается закон, лично причем товарищем Путином, о том, что нужно показательно вот эти вот продукты, которые попадают под санкции, публично уничтожены, чтобы всему миру показать, ох, какая Россия крутая, как она может трактором продукты питания перемалывать в крупу. Все бы было ничего, кроме одного маленького-маленького нюанса. А нюанс заключается в том, что у меня возникает ощущение, что проблем с головой вот товарища Путина возникла. Немножко он реальность попутал. Или же товарищи Путина специально подложили хорошую такую жирную, грязную свинью, прям конкретно. Потому что основной лекторат, который за него голосовал, это бабушки, это пенсионеры, этого разного рода инвалиды, это недобитые еще Минздравом и чиновниками инвалиды Великой Отечественной войны и прочие престарелые мардинальные элементы, которые с пеной у горла доказывают, что Путин герой, и Путин на Россию с колен поднимает. Это основной лекторат, который за Путин наступал. И фактически вот этим публичным уничтожением продуктов питания Путин им просто плюнул в лицо и растер еще. Почему? Да потому что эти люди концы с концами свести не могут. Вообще, припопытствуйте, какие пенсии у бабушек. Ну, допустим, там в Москве еще пенсия плюс-минус ничего, там еще какие-то доплаты были. Сейчас, не знаю, Лужковскую доплату отменили, я сейчас просто очень давно в России не живу и не знаю. Но так с теми общался, у пенсионеров достаточно ахова ситуация с финансами. И вот это публичное уничтожение продуктов, это просто плевок публичный в лицо. Второе, это то, что отшибло память у товарища Путина. Он фактически подложил мину под любимый фетиш правительства. Это Великая Отечественная война, о которой при каждом удобном случае вспоминают и говорят, за что деды воевали, за что бабки воевали и так далее и тому подобное. Достаточно вспомнить, сколько тысяч людей подибло только в Ленинграде во время блокада от Волга. Это больше 600 тысяч человек подибло от Волга. Цифра официальная, она была озвучена в Нюрнбергском трибунале. Желающие могут вообще посмотреть статистику людей, которые подибли именно из гражданского населения от недоедания за годы Великой Отечественной войны. Вот. И вот такой публичный плевок в лицо. Давайте мы чем нуждающимся раздадим продукты, мы их публично уничтожим и, соответственно, покажем, какие мы крутые. Вот. И это при том, что само правительство ни копейки денег на такого рода социальные программы помощи неимущим не тратит вообще. Никто из этих олигархов не был замечен благотворительности в раздаче продуктов питания просто так. Не то, что на него голосовали, а просто организовать помощь, там, не знаю, как-то при цивилизованных странах, где люди, которые заработали большие бабки, чтобы немножко оправдаться перед обществом о том, что они такие супер богатые, устраивают какие-то благотворительные мероприятия. Нет. Об этом даже и речи быть не может. То есть вот такая вот возникла более любопытнейшая ситуация. Вот с этими как бы санкциями и вот этим действием. Что будет дальше, я не знаю. Для чего это было сделано? Ну, не знаю. То есть позитивного отклика у населения на вот это публичное уничтожение еды, я думаю, что вряд ли он будет у всего населения Российской Федерации. Скорее всего, скорее всего, после таких действий даже самые завзятые поклонники товарища Путина от него отвернутся. Потому что уничтожать еду – это кощунство. А тем более это делать в России публично, где 20% людей находятся за чертой бедности. Это официальная цифра. Я ничего из пальца не высыслал. Это Роскомстат официально опубликовал уровень доходов населения. И получается, что порядка 20% российского населения находятся за чертой бедности и вообще не в состоянии покупать какие-либо вообще нормальные продукты питания. То есть как они вообще живут – одному бог только известно. Вот, собственно, что я хотел озвучить. Ну и, соответственно, показать вам список лиц, которые, собственно говоря, виновны в этих санкциях. Сами себе скажите. Вы готовы вот за эти вот рыла проливать свою кровь? Вам они симпатичны? Вы считаете, что они работают на ваше благо, вас охраняют, защищают всячески? Или же, что это обычные негодяи, которым на самом деле те санкции, которым просто запретили въезд, они достаточно мягкие? И на самом деле было по-хорошему их всех посадить и задаться вопросом, откуда они вообще деньги наградили. Вот такая вот канва моего видео. И жду ваши комментарии и обсуждения. Хорошего всем дня и чтобы никто у вас не голодал в семье. Субтитры сделал DimaTorzok